Приветствую вас. Опираясь на профессиональную терминологию, хочется сказать так, что человек в первом случае осуществляет начление, то есть процесс решения задачи. Процесс мышления задачи протекает исключительно на психическом уровне. И используется здесь все, начиная от перечисленного анализа и синтеза, заканчивая воображением. То есть человек представляет себе, как могут развиваться события, образы. И как бы заканчивается это четкой когнитивной схемой. То есть человек впечатлением создаёт себе познавательную схему, то есть систему неких точек, точек знаний, точек последовательности действий будущих ещё не выполняемых пока, а только имеющих последовательность воображений, которые потом будут осуществляться на практике. То есть процесс мышления – это то, что называется обдумывание плана. То есть человеку нужно обдумать план, решить задачу. И это задача творческая, к сожалению. Ну или задача, скажем так, на нахождение оптимального решения. То есть это может быть не совсем творческая задача, но тем не менее. Далее, ответ на вопрос, действует ли он психически, да, так как процесс мышления – это действие, но действие психическое. Это своего рода творческий процесс. И как любой творческий процесс, да, это можно назвать действием, но действием только внутри субъекта. То есть действие в данном случае ограничено внутренней психической активностью субъекта. А когда человек воплощает план, он уже начинает активную реальную деятельность. То есть деятельность, которая приносит изменения окружающей реальности, окружающей среды. И это уже деятельность, которая подчинена психическим процессам. То есть вначале всегда, если это не спонтанное действие, вначале всегда возникает образ, как когнитивная схема предстоящего поведения, предстоящего поступка. А затем происходит уже осуществление этого самого действия, но с обязательной корректировкой в контексте реальных каких-то обстоятельств. То есть глупо думать, что план, который является некой идеальной конструкцией, идеальной здесь в плане того, что это носит в природу идеи. То есть идея – это вот некая такая мыслительная, мыслительный продукт. То есть правда, в значении это идея. Иногда идея приходит сонтанно, но в данном случае идея можно назвать как идея операции. То есть идея оптимальной операции – это идеальная структура. И идеальная структура лишена привязки к реальности. То есть реального воплощения идея не имеет до тех пор, пока человек не начнет эту идею воплощать. И при организации деятельности всегда возникает корректировка своего поведения в результате появления различных мелочей в реальной жизни. Эти мелочи могут быть самыми разными, начиная с непредвиденных обстоятельств и заканчивая какими-то непредусмотренными моментами. И обычно опытный полководец в вашем примере всегда оставляет некий такой запас ресурса или своего рода буфер защиты, который можно будет использовать для того, чтобы бороться вот с этими непредвиденными обстоятельствами. То есть не, знаете как, вынужденные погрешности при переносе идеи на реальную деятельность всегда будут и всегда будут и отличают их наличие только перфекциониста. Итак, ответ на вопрос, действует ли человек? Да, действует, но только действует через психическую активность. Лишь только со своей субъективной стороны человек действительно действует. Принципиальное отличие, значит, составление плана от воплощения этого плана заключается в идеальности, в идеальной природе плана и в реальной природе воплощения этого плана. То есть если идея у нас исключительно мыслительный характер, процесс, исключительно является реальным воображением, то деятельность в душе является реальной, ну, в объективной реальности, в той реальности, которую человек вокруг себя представляет. И эта реальность влияет на него самого и на других людей. Вот, надеюсь, я смог донести вам отличие мышления психической активности от воплощения или продолжения этой психической активности уже в реальных действиях человека. Не нужно только думать, что психическая активность и физическая активность как-то, знаете, занимают иерархическую позицию. На самом деле, на самом деле, они самостоятельны. И планирование далеко не всегда является позитивным моментом. Поэтому в некоторых сферах деятельности больше нужна спонтанность. Но именно, отвечая на ваш вопрос, здесь принципиальная разница именно в природе действий человека. Психическая активность действий с точки зрения объективной реальности не считается. А с позиции субъекта это такая же деятельность. Вот, наверное, как бы, ну, буквально в двух словах отличное поставление плана от его воплощения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok